Бог не даст нам больше, чем мы сможем понести. И мы видим, что иногда совершенно тяжелые, кажется, неразрешимые ситуации Господь так оборачивает, совершенно с другой стороны, и использует во благо даже. То есть и приходит подкрепление тогда, когда мы уже и не ждем. То есть Библия нам опять-таки дает наставление, и мы видим, как это происходит в нашей жизни. Бог не даст нам больше, чем можем пронести. Не надо сокрушаться и обижаться на Бога. Нужно благодарить, искать Его лица и говорить, Господь, объясни, как мне действовать в этой ситуации, чему ты учишь меня. Но вот эти вот вещи, вот такие примеры. Следующее, мы можем сказать людям, что Библия подтверждается наукой, как никакая другая книга. И можно здесь очень много приводить примеров. Но, например, один такой, что раньше люди считали, звездочки смотрели на небо, 1, 2, 3, 4, 5, потом тысяча тысяч, потом миллионы. А вы знаете, что сейчас есть информация, которая говорит, что на самом деле звезд столько, что их невозможно сосчитать. И там цифра доходит 70 секстиллионов, да. Но очень давно в Библии было сказано, что количество звезд невозможно подсчитать, насколько их много. Очень много различных таких вещей, которые не были известны человеку, потому что не было таких аппаратов и машин, но в Библии они были уже объяснены с научной точки зрения. И они все очень четко, ярко прописаны. Конечно, их немного, потому что Библия не призвана нам говорить о науке. Она не призвана нам говорить, как устроены небеса. Библия призвана показать, как попасть на небеса. Но вот эти вещи, они есть. Следующая, третья Библия подтверждается археологией. И в 68 году, вот, кстати, казнь, распятие, очень часто были такие вещи, что говорили, что, ну, что это за казнь, и как вообще было ли это, не было, да. В 68 году нашли останки человека, который был полностью распят, как Иисус Христос. Даже семиинчевые гвозди торчали у него в ногах. И, конечно, останки человека уже там все это истлевшие, но, тем не менее, казнь такая была. Потом было долгое время, как бы, проблема, что Понтия Пилата не могли обнаружить подтверждение, что был такой правитель Кесарии. Нашли камень с именем Понтия Пилата, который был посвящен, где проводились вот эти бои гладиаторов и игры, как это называется? Колесей. Не Колесей? Овеный. Еще слово. Ну, как амфитеатр, амфитеатр, да? Амфитеатр, который был посвящен, значит, имя Понтия Пилата на этом камне. Этот камень был после этого амфитеатра. Нашли подтверждение. Не было достаточно там подтверждений о таком первосвященнике, который вот судил и был тогда в Синедрионе Каиафа. Нашли гробницу Каиафы в 61-м году. Не, в 90-м году, простите. То есть все эти вещи, археологические факты, они просто добавляют еще больше подтверждений, что Библия — это истинная книга. Четвертый пункт. Библия правдива, мы можем сказать людям, потому что она предсказывает будущее. Ни одной такой книги нет, которая бы предсказывала будущее со стопроцентным полным совпадением. И мы говорили в прошлый раз, сколько пророчеств было сказано о приходе Иисуса Мессии на землю до Его рождения, задолго-задолго. О Его рождении, как родиться, где родиться, в каком городе, как будет служить, как предадут, за сколько серебряников. Все предсказано за столетия до того, как это свершилось. Предсказано, что израильтяне, евреи будут рассеяны по всему миру. Предсказано было, что Израиль возродится, как птица феникса из пепла. То есть Израиль возродился действительно. И все эти вещи, они осуществляются, предсказываются, нет никаких ошибок. И у нас нет никаких просто, знаете, поводов не доверять этой книге. Поэтому Библия, книга, книг. Недаром ее тираж, самый большой вообще в мире. Библия, это книга, книг. И что бы ни говорили неверующие, атеисты, мы этой книге доверяем. Эта книга не просто книга, это само слово живого Бога. Знаете, такая история, однажды атеист разговаривал с маленькой девочкой. Она бежит такая радостная из церкви, с воскресной школы. И он ей говорит, послушай, девочка, неужели ты думаешь, что это история с Ионой, она действительно происходила? Ну как это вообще возможно? Кит проглотил, потом выплюнул. И эта девочка говорит, что... Она говорит, да, это так и было. И он говорит, каким образом вообще это можно понять, доказать и так далее. И девочка говорит, я не имею никакого представления, но когда я попаду на небеса, я обязательно Иону расспрошу, как это было. А тогда атеист говорит, он ей говорит, а что если Иона не на небесах? Она говорит, ну тогда вы спросите его. Поняли? Поняли, о чем речь? Ну тогда вы спросите его. То есть два места, куда попадает человек. Небеса и ад. И знаете, мы проповедуем, но выбор всегда остается за человека. Как они примут, воспримут. Наши вещи как бы важные, чтобы мы, знаете, не были камнем преткновения для людей. Чтобы действительно на нас было это помазание Духа Святого. Чтобы мы могли дать ответ, хотя бы за элементарный. Я уже не буду вас задерживать. Но четыре есть просто пункта, по которым мы можем вести человека. Да, мы должны сказать очень как бы коротко, что все согрешили, все лишены славы Божьей. Что все предстанут перед Богом, все подлежат суду. Но Бог так возлюбил человека, что отдает своего сына. И просто кладет грехи всего человечества, наказание на одного, на родного сына своего. И потом в конце просто мы человека введем, что он должен признать это, исповедовать своими устами, согласиться и принять это. Принять как дар. Никакими делами, никакими заслугами нельзя оправдаться перед Богом. Нужно принять дар Иисуса Христа. Дар. Это дар. Это бесплатно. Просто в своем разуме, в своем сердце принять решение «Да, Господь, я соглашаюсь, я принимаю твой дар Иисуса Христа, Сына Божьего». И все, все очень просто, все очень просто. Другого, никакого пути совершенно нет. И, как я сказала, Евангелие очень просто. Но нужны курьеры, нужны доставщики. Поэтому наша работа — делиться Евангелие. Работа Духа Святого — касаться людей, неверующего мира. И давайте мы не будем недооценивать важность Церкви. Важность Церкви, важность того, что мы говорим, молимся, свидетельствуем. Просто молитесь за тех людей, кому, может быть, посели, сказали, не сказали. Может быть, просто предварительно молитесь. И отдавайте это в руки Бога. Давайте помолимся, встань. Господь, дорогой, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за спасение, когда кто-то давно, или, может быть, недавно, просто пригласил нас в Церковь, просто рассказал нам о Тебе. Господь, мы просто сейчас благодарим за этих людей, что они, Господь, были неравнодушны к нашим жизням, неравнодушны к нашему будущему. Благодарим Тебя. Ты благослови их обильно, Господь. И помоги нам всем также стать этим источником любви, правды, добра, чтобы привести людей, Господь, к Тебе, чтобы подвести их, Господь Боже, к Тебе, Господь, и чтобы они узрели, почувствовали Твою любовь, Твоё прощение и приняли Тебя всем своим сердцем, всем своим естеством. И, Господи, помоги нам, Боже, не забыть Тебя, главного даятеля любви, жизни и прощения. Господи, когда мы принимаем подарки от кого-то, мы всегда помним этих людей, мы помним их щедрость. И, Господи, мы также хотим не забыть то, что Ты сделал для нас. И, Господи, всей своей жизнью просто служить Тебе, благодарить Тебя, прославлять Тебя и делиться Твоей любовью. Аминь. Аминь. Всё. На этом всё. Присаживайтесь. Присаживайтесь.